Будет презентация, как бы самокритика такая будет по проведенным вебинарам от Елены с Владимиром, они покажут работы, которые они написали на прошедших мастер-классах, что они о них думают, что они хотели сделать на них, получилось ли у них это, ну, важный такой этап. Дальше будут ответы, конечно, на вопросы ваши по вашим работам, и кто сделал разбор домашнего задания с прошлого общения, кто делал, можем тоже обсудить. В общем, давайте дадим пока вступительное слово Елене и Владимиру, и, кстати, будет сегодня волшебный рецепт чая от Елены, она давно хотела его показать. Все, передаем слово. Здравствуйте, дорогие наши студенты. Мы вас благодарим, что вы выделили время для того, чтобы идти к нам на общение, и для нас очень важна обратная связь. Вот когда мы с вами рисуем это одно, как бы я на одной стороне планеты, вы на другой стороне планеты, Володя рядом, но в то же время нам надо обязательно с вами встречаться, для того, чтобы посмотреть в глаза друг к другу и понять, как происходит трансплантация знаний от учителя к ученику. Мы с Вовой тоже являемся вечными учениками. Вот наши учителя, да, Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и так далее. Я думаю, что у вас тоже. И давайте сразу запишем себе. Если у вас есть листик, записывайте. На следующий раз подготовьте, пожалуйста, мне и Володе список ваших любимых старых мастеров. Хотя бы трех человек. Загляните в прошлое, да? Работы вам больше всего нравятся. Запишите себе это домашнее задание, так? И мы будем дальше вам рассказывать, как действовать с тем или иным учителем из прошлого, для того, чтобы вы сейчас начали идти ровно, правильно и хорошо в своих картинах. Скажи, пожалуйста, что-нибудь. Ну, я хотел бы еще вернуться к предыдущему домашнему заданию. Да, у нас было домашнее задание. Ну, сейчас, может, больше соберется студентов, и тогда мы проверим, кто сделал домашнее задание. Уже посмотрите. Прошлый раз, что мы просили? Да, я в прошлый раз просила, чтобы вы, гуляя по городу или находясь где-то в каких-то кафешках, на спортивных площадках, где-то гуляя по базару, может быть, замечали какие-то такие моменты, да? Ситуации человеческие, которые не замечают другие люди. Допустим, что мы видели в Париже с тобой? На скейте ехала девочка, да? На таком большом скейте вдоль сены, а впереди стояла собачка вот так вот на этом скейте и показывала ей путь. Это необычная ситуация. Мы, конечно же, эту ситуацию потом зарисовали. Вот поэтому мы продолжаем это домашнее задание. Себе тоже запишите. Маленький блокнотик себе зарисовывайте. Таким простым каракульским детским рисунком. Что вы увидели такого? Вот мы сейчас сидим и в окно Одессу наблюдаем и смотрим, что люди делают для того, чтобы себя поразвечь. Как они пувыркаются, как они катаются на качелях, как они обнимаются, как они бегают с животными со своими. Некоторые к деревьям прижали, да? Некоторые самолетики пускают. То есть любая ситуация жизненная может стать нашей композицией. Да? Сделайте такое еще домашнее задание себе. Это для вас же самих. Если кто-то из вас что-то хочет говорить, говорите и спрашивайте. Мы тут как тут вам все скажем, что делать дальше. Давайте вот Наталья Андреева, хотите что-то сказать? Есть ли у вас какие-то вопросы? Да, вы сказали про собачку на скейте, а я сразу же вспомнила, была в Крыму, бабку видела на мотороллере, и рядом с ней собачка прямо вот в мотороллере сидела. Зарисуй! Зарисуй, пожалуйста, это. Но опять же, смотрите, девочки мои, смотрите, что происходит. Мы не должны зарисовывать, когда что-то происходит отрицательное. Дальше. Слово бабка на мотороллере – это парадокс. Да? То есть это все такое действие, что типа женщина не хочет стареть. Да? И она продолжает действовать байкерскими методами, да? И собачка ей придает силы в этом. Можно это зарисовывать. Но опять же, эту бабку представить себе такой пожилой байкершей, может быть, да? Женщиной, которая не хочет стареть, да? И дать ей какой-нибудь такой элемент одежды, понимаете? Надо смотреть, кого мы рисуем. Значит, мы не рисуем темных, мы не рисуем злобных, мы не рисуем, когда бомбы рвутся, мы не рисуем, когда люди рукаются, когда люди со злобой дерутся. Когда играючи дерутся дети, да? Мы это рисуем. В общем-то, рисуем все со знаком плюс, да? Помните, какие у нас были сейчас мастер-классы с вами, да? Цветущие белые, распускающиеся белые тюльпаны, ромашковое поле, вдаль уходящие горизонты. Потом нарциссы по сравнению с рисунком Микеланджело-нарциссом, да? Вчера мы делали поле ландышей, да? Поляна ландышей с девичьим образом. То есть все на положительное тянем. Особенно сейчас, в наше время, когда люди разомбированы плохими какими-то, да, Вова, по телевизору идет очень много плохой информации. Ну да, говорят, что если сильно продлится карантин, то может быть массовый психоз. Поэтому мы должны его избежать. Как творческие люди, нам есть чем заняться на карантине. Да. Видите? Во-первых, еще один пример того, что должны делать мы художники. У нас у всех есть мастерские, так? Или место силы, в которых мы рисуем. И мы иногда, бывает, в эти мастерские приносим то, что к нам прилипло. Вот, допустим, гуляя где-то по какому-то пространству, да, мы сорвали какие-то цветы, да, допустим, да? Сорвали и принесли их в мастерскую. Допустим, они какое-то время постояли, потом возьмите их, засушите и повесьте вверх ногами. Да, пусть они сохнут таким вот пакетиком. Они вам пригодятся потом. Но что они делают? Они с собой приносят информационное поле того места, которое вас вдохновило. Ведь смотрите, что происходит. Сейчас очень многие люди, когда они остались в одиночестве, они не знают, что действовать и говорят, у нас нет вдохновения. А вдохновение нам дает, конечно, природа. Поэтому мы часто гуляем на природе и берем из природы, вот, допустим, смотрите, такие синие камушки мы собрали, вернее, наши внуки собрали нам эти синие камушки на взморье, которые очень даже подходят к нашим чашечкам керамическим, которые мы, ну, как вам сказать, вот вам показывают, что наш пирамик делает такие керамические чашечки. Вот. И мы вот положили их у себя, и все, мы как будто бы вернулись в то время и в то место, которое нас вдохновило. Берег моря, и чашечки сделаны из чего? Чашечки сделаны из керамической глины, которая тоже, ну, на сколах морских берегов. Вы захочешь сказать по этому поводу? Ну, хотелось бы выслушать вас, прежде всего, потому что мы хотели бы узнать, какие у вас вопросы есть, что вы хотите показать. Или спросить. Да, спросить, поэтому, пожалуйста, начинаем. Наталья, у вас есть какие-то работы, которые вы хотите показать нашим художникам? Или какие-то вопросы, может, у вас есть? Обратную связь давайте, девочки. Потому что мы не можем с одной стороны только работать, а вы должны как бы тоже... Можно вопросы? Да. Ну, давайте. Можно вопрос? Да, говорите, да, так. Я хотела спросить, я тут пока карантин наваяла и быстренько пробежаться просто по работам по своим. Может, какие-то замечания услышать? Можно? Видно? Да, видно, это из разряда подмалёвков, да, вы делали лампу и... Ага. Ну, я как бы тут составила и лампа, и вот эта уже штука, это из другой какой-то вашей работы. По-моему, Владимир. Мы видим, ну как вам, Наташенька, находиться в монохроме? Вы любите, когда цвета не слишком бушуют? Вам не хочется каких-то... Во время написания вот таких монохромных работ вы кайкуете или вам хочется написать что-то яркое или что-то? Мне хочется цвета, да. Хочется цвета. Очень хорошо. Тогда действуем так. Смотрите. Действуем пошагово. Вот вы, допустим, научились монохромности, да, вот в этой работе. И так действие с подмалёвком. Теперь следующее действие, вы когда закончите эту работу, и вам она более-менее уже понравится, да, здесь можно еще походить лезвием, да, Вова? Да, периферию немножко притушить, чтобы сосредоточить внимание на композиционном центре. Все по чуть-чуть. В принципе, работа законченная. Здесь буквально на нюансах надо чуть-чуть поработать. И в это время... Скажите, пожалуйста, вот мне хочется, ну, как мне кажется, что тень вот эта, она должна быть холодной. А она получается из-под малёвка, когда я делала, она получается тёплая. Это как-то можно исправить? Она не тёплая, насколько мы видим. Она хорошая, но давайте запомним такое правило. Пишите себе такое правило, что падающая тень пишется в тени, из которых состоит территория, на которую падает этот тень. То это ваш же камень, поэтому она не может быть совсем другого цвета. Наоборот, правильно вы сделали, что к этим цветам ещё чуть-чуть добавили холодного, допустим, ультрамарина или кобальтофиолетового, потому что это солнце. В единственном случае, я бы её сделал немножко длиннее по диагонали справа налево, сверху вниз. То есть ещё чуть-чуть длиннее. Она бы соединила как бы... Видите, у вас как бы отдельно тень отдельно, потом пошёл какой-то другой предмет, вот этот соколь белый. Вот, а как бы она соединила два предмета, было бы больше цельности в композиции. Это такой нюанс. Чуть-чуть её продлить можно. Вот. А вот это... Сейчас, секундочку, я говорю. Ну хорошо, пусть будет рыба, сейчас я говорю. Вот смотрите, вы написали монохромную композицию, да? Вы выучили, как в тихой живописи, в тишине моста можно разговаривать шёпотом. Так это Эндрю Уайт делает, да? Мы любим цитировать этого американского художника. Ну вы соскучились за Клодом Мане, который бушующими красками писал солнечные вот эти просторы своих вот этих цветущих цветов, которые цветут у него перед домом. Там, где у него был дом, он специально себе дом построил и вырастил, сад для того, чтобы радоваться цвету. Жаверни. Жаверни, да. Сад в Жаверни. И вы в следующую работу начинаете посвящать, допустим, пили многоцветия, ну вот я вам показываю, смотрите, даже вот или сорвали, да, вот такое многоцветие, смотрите, вот. Или, ну, тех цветов, которые обрадуют ваш глаз, сорвали и инсессионистическим образом накидали, да, даже не надо каждый цветочек вырисовывать. Просто, так вот сказать, ну, закайфовали в накидывании цвета, правда, цветной букет рисовать, не вырисовывая каждый цветочек, да, а из вас прет это цветовое изобилие, да, и взяли, накидали себе, допустим, вот такими цветами, которые, помните, мы изучали с вами, помните, мы изучали, допустим, цвета Ван Гога. Вот, допустим, этими цветами накидали и еще свои немножко туда, ну, привлекли, ну, конечно же, обязательно, чтобы он стоял перед вами, этот букет, обязательно, иначе у вас не будет, как вам сказать, перед внутренним взором вот этого вот изобилия красоты. Он, как бы, поднимает энергию этот букет, и даже если он не получится точно такой, все равно вы, как бы, искупаетесь в этом цветовом изобилии. Потом опять соскучитесь за монохромом и за монохромом. Я, кстати, говорю, очень понравилась последняя работа, потому что вы показывали. А, ну давайте посмотрим. Покажите ее еще раз. Покажите. Она очень монументальная и цельная. Это признак хорошего профессионализма. Ой, спасибо. Только у меня вместо правды народная медицина, газетка. Ну, ничего страшного. Народная медицина. Ну, вот это тоже. Давайте я пару слов скажу по рыбке еще. Смотрите, белый стаканчик, как будто наполненный белым молоком. Надо его буалечкой немножечко притушить, чтобы он был именно граненый прозрачный стакан. А рыба и нож просто замечательные, подмалевок. Да, спасибо. Стаканчик, чуть-чуть, вуалечкой, поборфиолетовый арарат лак. Угу, хорошо, спасибо. Вот еще одна. Да, да, вот на ней задержитесь. Ага. Ну, сейчас Лена подойдет, прокомментирует. Ну, значит, как по мне, очень неплохо. Единственное, что вот как бы композиционный центр сдвинут немножко вправо. Вот, поэтому вот его уравновесить хотелось бы, может быть, чуть-чуть больше... Рассыпать, да? Рассыпать чуть больше вот на столе, на красной скатерке, чуть больше вот этих ягодок. Угу. Хорошо. Видите, тот же самый принцип, то, что был со стаканчиком. Это серебряное блюдце. Поэтому будьте аккуратны с тем, чтобы писать его краской. Теперь придется его притушить. Но чем притушить? Посмотрите, какими красками окружено это блюдце. Это тарелочка. Это кармикрасный, это краплак, это голубая ФЦ. Вот эти все вуалечки. У вас там есть немножко, но надо еще притушить чуть-чуть это блюдце. Потому что, ну, выглядит как бублик, поэтому надо его... Вот это, как называется, мудрое заканчивание. Значит, делайте, как я сказал, больше рассыпьте информационных ягодок на красное поле. Так? Больше вырастите немножко деревьев за окном. Так? И чуть-чуть притушите тарелочку. Вот этими цветами, которые есть вокруг ее. То есть эффекции, влияние цветов. Это уже лаком можно, да? Ну, лаком с буалями. Ну, ягодки, конечно, напишите. Ягодки напишите. И даже можно веточку положить. Вы знаете, как соединение. Да, большую. А, веточку такую, да? Деревянную прям. Тарелка соединена с красной драпировкой, да? И вот можно в эту ягодку положить, а с этой ягодки уже ягодки. То есть соединить, да? Две информационных составляющие. Красную драпировку и блюдо. И что у вас замечательно получается, это растяжки. Тональные и цветовые. А, спасибо. Это плюс у вас очень хороший. Вы его используете. Спасибо. Мне нравится нежность действий. О, есть такая штука. Ну, конечно же, сама вот эта хорошая, да, лязаночка? И рязанка, и решетка очень хорошая, но они немножко спорят друг с другом по вальке. А я решеточку притушусь. Чуть-чуть вуальками, да, наладки. Я думаю, что надо уже не вуальками. Уже не вуальками? Притушить. Смотрите. Эти шкряба это будет хорошая. Она хорошая, эта заслонка. Она именно напоминает нам это детство наше. И туда прямо хочется зайти. Ко мне удастся. Придется намесить. Охра, кобальт фиолетовый, белила. И сухой кистью, вы знаете, сухой это значит вот так вот прямо перпендикулярно как бы вытирают кисть креста, да, и ее спрятать немножко эту заслонку. Вот так. Или вот так. Чуть-чуть ее превратить. Главное, чтобы вы смысл поняли, да, что они не могут быть одинаковые по вашему. Да, ну я, была дилемма, конечно, и решеточка нравилась, и вязаночка нравилась. А на заднем плане надо выбирать. Надо выбирать. Еще одна маленькая ошибка здесь. Смотрите. Вот эта вязанка завязана канатом. Давайте рассуждать как математики, как леонардовские ученики. Вязанка дров – это цилиндр, да, вот по большому счету. А вокруг этого цилиндра есть еще один цилиндр веревки толстой. Значит, цилиндр веревки толстой будет шире. Он не должен воткнуться, он будет по диаметру шире, да, он не должен воткнуться в цилиндр дров. Вы понимаете, как же вам сейчас… Ну, то есть не так, как у рыбы, да, когда туда втыкается в тело. Конечно. Вот вязанка дров. А свободнее, да? Сейчас я нарисую вам. А вот, вот смотрите, так, видно, да, вот вязанка дров, так, а цилиндр этих веревок толще. Вы видите? Вижу, вижу, да. Он не должен воткнуться вовнутрь, они не кровеносные засуды. Поняла, поняла. Ну, чуть-чуть шире, это можно исправить, чуть-чуть шире, понимаете. Хорошо, спасибо. Небольшая, но надо это показать. А, ну вот, ну это я, по-моему, показывала. Ну, покажите еще раз, давайте, мы здесь сейчас скажем, что, смотрите. Видно? Вот так, что ли? Видно, видно. Вот я вижу, нормальная, по цвету замечательная. Смотрите, вот в любой работе должен быть какой-то конфликт или интрига. Скучные вещи стараемся избегать. Что здесь скучного у вас? У вас совершенно параллельное вот это коромысло, оно почти параллельно линии горизонта. Чуть больше доклона. И тогда сразу же появляется интрига. Вот смотрите, как вы чашечки красиво расположили. Ну да, там есть какой-то разговор чашечек. Чашечки между собой они разговаривают, и разговаривают каждое по-своему. А коромысло скучноватое. И ключик строго вертикальный. Опять же, все на нюансах строится. Чуть-чуть наклон ключика, чуть-чуть наклон коромысла, и уже была бы интрига. Понимаете? Он хочет всегда кого-то конфликта, хочет, чтобы было интересно. По цвету замечательно, подмаленок отлично. Дышит работа. Технически вообще ничего не так вопроса. Мне нравится работа. Мне тоже очень нравится. Кроме падающих теней. Падающие тени немножко... Вот смотрите, все-таки падающие тени – это информация даже не второстепенная, а четверостепенная. Главное – наши эти, ну, как они называются, тарелки, да, лицовки. Что надо сделать в этой работе? Надо донышки тарелок сделать осознанными. Пока тарелки помятые чуть-чуть. Значит, как это сделать? Чуть-чуть продлить полутона. Вы видите, по тарелкам цвета сделаны. Дайте немножко тихого пробивания полутонов по бортикам тарелок. И тогда ваши овалы выстроятся в хорошую форму. Да, и мы будем уверены, что там они не прогнутся, не дыбятся. То есть мы должны быть уверены в донышках тарелок. И тогда вы спокойненько возьмете и успокоите падающие тени. Они у вас от… вверху хорошая падающая, а внизу от тарелок они как будто освещены с двух разных источников. Значит, давайте будем освещать тени, как вот, да, из одного источника слева и сверху. И немножко успокойте их по бокам, чтобы они не были дырками. И себе скажите, что падающие тени – это стена, да, это не дырка. Поэтому этой же сухой кистью кубальт-фиолетовый арарат белила, да, вы можете по краям успокоить, промокнуть немножко эти теные дыры, да. Но только после того, как вы осознаете донышка тарелок. Ну, а все замечательно. И вы можете действовать теперь самостоятельно таким образом. Если у вас что-то есть… Да, вот я хотела спросить, я задумала тут одну композицию, но вот чисто как композицию, не знаю, правильно это будет или нет. Можете глянуть? Конечно, конечно, говорите. Вот называется как бы «Секреты бабушкиного буфета», скажем так. Так, бабушкиного буфета, отлично. Я набросала, вот видно? Да. Чуть ближе. Вот смотрите, это вот здесь дверца будет, да, вот с такими, там виноград и листики. Как бы они… Ну вот представляете деревянные буфеты? Да, конечно, мы за ними гоняемся. Вот, вот. Винные деревянные буфеты. Вот, и я хочу, значит, как бы вот эта дверка и вот тут две полочки. И вот все, что расположено… Хорошо. Натали, давайте действуем в этом направлении. Назовите серию работ «Секреты бабушкиного буфета». Это очень крутая вещь. Ну, прошу вас об одном. Найдите бабушкину фотографию, во-первых. Найдите оригинальные вещи, которыми пользовалась бабушка. Допустим, какая-то салфетка или какой-то ее предмет, который вы точно знаете, что она им пользовалась. Да? Надо от чего-то начать писать. Пока у вас перечисление информационного поля, вот так идет, как пересказ. А нам надо все-таки на символ выстраивать это действие. Да, то есть вот все-таки должен быть какой-то главный ведь предмет, да? Конечно. Правильно. Вот я смотрю, что у меня получается как бы перечисление. О! Вы что главное не поймете? Вы правильно действуете. Ну, теперь запомните, люди, которые уходят от нас. Бабушки же уже нету, да? Да. Здесь все небесное. Но она все равно вам дает свое информационное поле, и она все равно вас оберегает и намаливает вашу жизнь. Поэтому буфет необходим. Где сам буфет? Только на фотографии. Нельзя. Надо что-то. Ну, понимаете, секрет бабушкиного буфета – одними полками не избанить. Надо обязательно ключик. Надо обязательно... Да, да, да. Я думаю, что вот здесь будет ключик и такой вот, ну, там металлическая такая накладка и ручечка такая. И ключик. Я думаю, что вот так вот здесь будет. Основное название у вас – буфет. Значит, на этот буфет найдите где-то такой буфет, зарисуйте его как следует, подружитесь с ним. И прежде всего рисуйте буфет, а потом начинайте наполнять его. Или кушечек буфетом. А потом начинайте наполнять его необходимыми для бабушки вещами. Спрашивайте у бабушки, да, какие вещи ей нужны были, чтобы, допустим, попить чаёчек с подругами. Хорошо? Да. И мудро. Это то, что есть у вас хорошо. Продолжаем действовать. Как я сказала. Спасибо большое. Спасибо. У меня, конечно, есть ещё вопросик маленький. Вот я пыталась повторить подмалёвок, вот этот клаптики, но что-то у меня так ничего не вышло, вообще ужас какой-то. Вот из этого что-то можно сделать? Ближе поставьте. Так. Но он уже сухой, да, я так понимаю? Да, да, да. Да возьмите просто, сделайте из этого пейзаж, не натюрморт, переверните другим образом, переверните этот холст и просто начните делать что-то другое, но не натюрморт. Попробуйте сделать пейзаж. Кусочек. А то, думаю, выбросить, не выбросить. Нет, не надо, он хороший, по цвету замечательный, дышит, поэтому переверните его или боком поставьте. И возьмите, сделайте вот самый простой, сейчас покажу. Даже как в курсе возрождения неудачных картин, именно из-за этих подмалёвок перевернули. Вот такой пейзаж, который уходит на горизонт. Вот знаете, впереди, допустим, что-то растёт, да, и потом деревцами, деревцами уходит на один горизонт, на второй горизонт, на третий горизонт. Вам не обязательно делать там фигуру или предмет, сделайте просто световоздушную среду, пространство Земли. Возьмите, посмотрите, как он действует, уходя на горизонт. И знаете, как это делаете? Без надрыва, не переживая, что кто-то должен оценить вашу работу. А просто закалькуйте на тех красивых кусочках, которые уже есть. Да, у вас там красивый подмалёвок по цвету, замечательный. Спасибо огромное. Извините, что заняла много времени. Всё, это хорошие вопросы были. Спасибо. Лена, а ну ещё раз эту работу покажи. Это с прошлого вебинара. Ты же хотела показать, что было на прошлых мастер-классах. В двух словах, короткие. Это мы вчера сделали с Таней Богомолкиной и с Ирочкой, с нашими студентками, сделали поляну ландышей. И смотрите, что мы сделали. Наконец-то мы вынули цветы из стаканов, из бокалов, из штопов. И просто их осознали, что они растут из земли. И вот что-то есть немножко с этими цветами вот здесь. Где-то есть перечисление этих ландышей, да, а где-то они ушли в пейзаж таким плату. А девушку мы взяли с наброска. Набросок очень хорошо действует по тому, как можно им распоряжаться, исправляя его. И делая его таким, одевая девушку в такую одежду, которую вам хочется и пейзажу хочется. А пейзаж самый простой. Увели на горизонт для того, чтобы сделать тихую, световодушную среду. На голову ей одели немножко венка из этого, из ландышей. Еле-еле нашли ландыши с большим трудом. С Вовой гоняли по всей Одессе, пырили, крали. И все-таки у одной женщины нашли ландыши. Вот незаконченная работа, там, где мы сравнили нарцисс, цветок нарцисса и Микеланджуковский рисунок. Сейчас я вам покажу его. Юноша. Юноша. Мы всегда можем рисунки старых мастеров запускать. Видите, юноша из битвы о прикошении, да, из росписи. Но он же сначала делал рисунки, да, Микеланджело. У него было очень много на подхвате юношей молодых, которые он скручивал во все стороны, освещал и делал. Такие рисунки, по которым можно потом легко делать сикстинскую капеллу, да. Но вот этот, конечно, юноша, мы его нашли в росписи. Помните, Микеланджело вместе с Леонардо бился. Леонардо с одной стороны расписывал битва при Ангаре, а Микеланджело битва при Кошине. И вот мы использовали этот рисунок для того, чтобы поставить его на заднем плане. То есть как будто бы он прикреплен на стену. Вот у нас раз в неделю примерно по средам такие вебинары, приятные небольшие. Ну, как вы думаете, для чего мы это делаем? Для будущих вебинаров. Мы хотим радовать наших студентов летенными цветами, и себя в том числе. Здесь была задача низкий горизонт. Вот, кстати, Натали, смотрите, вы можете спокойненько делать низкий горизонт, не обязательно высокий. Главное, чтобы его было несколько, там, полоныно, потом чуть-чуть возвышенности, низких гор, где-то домики, где-то деревья, где-то озерки. Вы понимаете, как только мы их уводим на горизонт, да, вот эти все наши пейзажные движения, мы пускаем туда и себя, что мы можем туда пройти, на тот горизонт, да, и пускаем туда людей. Они могут попутешествовать туда, понюхать вот эти, допустим, ромашки, да, эти ромашки мы сделали с хризантемных ромашек, а летом еще будут маленькие ромашечки, мы обязательно с вами их напишем, которые, знаете, гадали мы там, любят, не любят. А вот натюрморт другого плана, с более высоким горизонтом, и он без пейзажа, а с орнаментом, с барельефом сзади. То есть видите, какие варианты возможны, интересные. То есть мы с цветами, да, вот так вот работаем, и все время назад и в пламени новое. Что-то новое ищем, или рисунок старого мастера, или пейзаж, или барельеф. И каждый раз вот новая информация идет, мы манипулируем разными вариантами композиционных стен, и на выходе получаем удовольствие. Так что вот в среду приглашаем, кто, допустим, не участвовал вообще. Я вам предлагаю не проходить мимо расцветающих цветов, да, сейчас. И вот давайте себе, я это часто говорила, запишите себе. У нас должен быть, у нас у художников должен быть свой календарь. Давайте запишем свой календарь. Допустим, начинаем с января, да. Давайте январь, январь. Я напишу свое, а вы напишите свое, да, свой календарь. Давайте, вот у нас начинается с января. У меня сухой шиповник в голове, сухой шиповник, знаете, который мы завариваем себе витамин С. Я себе пишу, сухой шиповник. Сухой шиповник, написала, да. Что у меня еще в январе? Какие-то пучочки дикого винограда вниз свисающие. Как бы природные такие растительные сущности, да. А вы напишите в январе, с чем у вас ассоциируется январь. Можете потом написать. Дальше пишу. Февраль. Февраль. Уже начинает просыпаться природа, уже копель, уже маленькая трава видна, да. И я пишу себе. Февраль у меня ассоциируется с корнями деревьев, да. Я осознаю, как деревья цепляются за землю, уходят внутрь земли. И оттуда начинают тянуть соки из земли, да, для того, чтобы дать расцветать, ну, сейчас, посмотрите, все подрацвело, да. Это в феврале уже цепились эти корни, да. Корни деревьев у меня февраль ассоциируется. Вовочка, у тебя февраль чем ассоциируется? Это из растений, да, с новым рынком, да, когда еще запасы у бабушек, да, каких-то ягодок. Вот, допустим, ты много покупал в феврале для витаминного такого ягоды. Клюквы, да, потом ягоды желтенькие, так что, облепиха. Вова просто приносил вот так по 200 грамм этих ягод, и мы вот так вот в блендере их. Так, в блендере. Так, а вы свое запишите, что у вас в феврале, да, с каким растением ассоциируется февраль. Дальше, март. Ну, март это вообще. Пишите, да, март. А теперь пишите. Ну, конечно же, подснежник, да. Подснежник. Подснежник, и у меня еще, можно и птичий мир тоже, и животных тоже. И анимал, и хлористики, да. Но у меня, конечно же, эти ласточки, которые низко летают. Ну, это у меня, а вы, смотрите, у вас, пишите. Я написала у себя подснежник, ласточки, да. Дальше, апрель. Апрель, у меня, конечно, нарциссы. Как они пахнут, эти нарциссы, господи, и они разные. Да нарциссы, вот у меня, я пока это... Он схватил у женщины прямо целую охапку. Хотел купить семь, схватил охапку. Нарциссы, и прямо вот так вот в нос дал, чтобы мы понюхали эти нарциссы. А может у нас апрель с каким-то другим цветком ассоциируется. Или с деревом. Да? Дальше пишем. Май. Мы перейдем время, сделали ландыши. Хотя они в мае должны быть. Но мы нашли их в окне. Ну, смотря у кого как. Допустим, у меня в Измаиле, на моей родине, в май, ой, уже ландыши распустились. А в Одессе здесь, только они в маленьких таких вот, как бы сказать, зародышах, еще зелененьких таких, они даже не думают еще распускаться. Поэтому мы вчера нашли ландыши, это был подвиг. В июне хватит. Так, май пишем. У меня зеленые яблочки. Июнь, у меня красный мак. Да? То есть вот так каждый месяц вы мне напишите, какое почтительное растение, или животное, или птица, или даже может ребенок, или человек, да, у вас ассоциируется с этим месяцем. Возможно, это воспоминание из детства у вас произойдет. Да? Напишите. Елена, у нас есть вот Ольга Москвичева. Она не может подключить видео. Просит показать ее две работки здесь. Сейчас я переключусь. Давайте, Олечку, знаем мы. Видно так? О! Отлично. Окошко, деревья, пейзаж. Так, Олечка меня слышит, да? Да. О, ты хочешь что-то говорить по этой работе? Да, вот композицию не рассматриваю, там могут быть какие-то там вопросы, но мне очень нравится весеннее настроение. Это явно весеннее настроение. Судя по цветовому решению, вот такая вот весна наступила. Вот, это из плюсов. То есть работа очень настроенческая, мне очень нравится. Вот, очень нравится по тональному решению. То есть вот эта куча света на территории комнаты. Красивого цвета. Очень красиво, да. Очень красиво, да. Очень красиво, вот такие вот, такие вот, такие вот, треугольнички разбитые. Мне очень нравится. То есть как архитектору, вот, самостроение, вот это. Можно от присутствия человека и пойти дальше. Да, да, да. Без ошибок, так скажешь. И ошибок, да, как бы, все-таки главное хотелось бы сконцентрировать внимание. Вот акценты, ну это как бы самая главная проблема у художника, чтобы акценты правильные расставить. Вот чуть-чуть хотелось бы просто, кто главный герой, кто второстепенный. Вот, что-то может быть притушить, может быть. Архитектура чуть-чуть вот легче. Хорошая архитектура, да. А с другой стороны она может пропасть. А можно, может быть, треугольник вам чуть-чуть притушить. Все хорошее, только надо сделать две вещи. Вот, верите, надо занавеску убрать, ну как убрать, это уже из рода перечисления и рассказа навязчивого. А вот все остальное символ, прекрасно, занавеску подвить немножко сухой кистью, пусть будет, но не такая откровенность. А кошку увеличить. Кошка сильно отрезана. Надо дать ей вот эту жопку туда вверх, вот этот ее изгиб. Вот здесь, знаете, вот верхняя складка, вот здесь вот вверху я бы вот эти две складки убрал. Оставил бы только одну. Даже пусть будет занавеска, но ее немножко порвить, а кошку увеличить. Прямо увеличить до конца картины. Оля, ты поняла, да? А композиция замечательная. И смотри, немножко кошку надо рубануть. Она немножко, как тебе сказать, такая... Ну, открыточная. Да, открыточная. Надо ее немножко рубануть, так же, как ты деревья. Вот, как деревья, и облака, они же вписаны в свет. Лицо, кстати, кошке неплохо. Вот, начиная с холки, кошку рубануть архитектурно и проглить ей жопку, убрав вот этот вот акцент на занавеске. Да, вот. Поглить, и ты сразу посмотришь. Облака хоть немножко расплавь, знаешь, обольфиолетовый арарат, чтобы они не были на переднем плане. Они хорошие, но чуть-чуть вуалечкой притушил. А все остальное замечательно, особенно подоконник. Следующее. Следующее. Маки по диску, да? Или с натуры белого. Ну, замечательные маки, что еще сказать? Сильно старалась, Оленька, сильно старалась. Но, знаешь что, с другой стороны, не прозевай в этом году, когда будут маки. Пусть даже ты найдешь две-три маковых головки. Ты их будешь поворачивать и сделай с натуры. Пожалуйста. Потому что здесь живописное и качественное лицо. А вот как раз вот этот момент, то, что у кошки не хватает. И, знаешь, строительного материала архитектурного не хватает. Знаешь, осознанности архитектурной. Вот, кстати, у некоторых маковых головок есть. Но в основном, конечно, проявляла живописные качества здесь. Ну, хорошая, прекрасная работка. Ну, больше, конечно, на графику обращаем внимание, на конструктивные цветка. Вообще, молодец, Оленька. Мы скучаем. Спасибо. А ну, давай, у нас как бы мы немножко затягиваем. У нас времени осталось немного. Я хочу дать слово. Вот, любовь руку тянет. Включаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Жубочка. У меня вопрос. Как-то я писала блеск серебряной пудры. Так. Это, конечно, для меня очень серьезная работа. Я не художник. У меня это хобби. Ну, иногда ваша техника вообще изумительная и бесподобная. Вот видно по вашей улыбке, что вы сами как серебряная пудра наша. И все началось у меня вот с этого, вот с этого, с этой картинки. Когда-то давно-давным. Это акрилом сделано. Это не подлежит никаким. Потому что все сделано неправильно. И тут я рискнула сделать блеск серебряной пудры. Вам видно? Конечно. Конечно. Видно, да. Две чашечки, да, там дали. Одну из них надо чуть-чуть притушить. Вот эта танцовщица у меня, конечно же, не получилась. Потому что смешиваются краски. Когда я делаю после подмалевка, наношу краску, она у меня смешивается и получается вообще какое-то безобразие. Что надо исправить здесь? Где вы живете? Я вообще живу в Полтаве, Украина. В Полтаве, это вы рядом, да? Рядом. И очень хочется мне приехать к вам в Грибовку. Вот что я вам хотела сказать. Но я сейчас застряла в Италии. В Италии. Хорошо, мы все подзастряли. Но как только, значит, мы вас ждем в гости, потому что с таким выражением лица и с такой красотой, как у вас, надо быть подозрителем этой техники. Посмотрите, какая вы прекрасная девушка. И что вам посоветую? Не беритесь сразу за такие сложные, как блеск серебряной пудры. Возьмите более спокойные пару мастер-классиков сначала на маленьких холстиках. Да? Ну, конечно, я понимаю, что вы хотите сразу. Но сразу можно зайти на территорию ошибок, правильно? Но возьмите пару мастер-классиков, что у нас там есть, предчувствие весны или какой-нибудь букет, чтобы вам эта техника стала родной. Как, знаете, попить кофеечек, да? Или не пронести ложку мимо рта. Вот такая, чтобы было у вас уже доверие к этой технике. Конечно, вы, увидев ошибку на большой работе, конечно, вы скажете, Я испугалась, у меня не получилось, и я получила стресс. Не надо ходить на большие работы. Любочка, пожалуйста, давайте парочку мастер-классов небольших, приятных просто натюрмортов с цветами. Ну, вдохновение уж приходит иногда тогда, когда видишь какую-то красоту. О, вы начали рисовать и женские образы уже. Неплохо, неплохо. Откуда вы... Это была, да, у вас был урок? Это был мастер-класс был. Ну, Любочка, вы знаете что? Моя задача, прежде всего, узнать вашу цель. Что вы в итоге видите? Вы кто в итоге? Через два года. Не бойтесь, все свои. Я не знаю, мне нравится рисовать все. И пробую все техники, но своего, конечно же, нет. Я могу только повторить чье-то, за кем-то, за кем-то идти. Можно маленький вопрос? Вы кто по профессии? Я по профессии бухгалтер. Хорошо, да. Давайте так. Давайте так. Вот, что бы я вам посоветовала? Хотите, запомните, хотите, запишите. Смотрите, выберите себе учителя. Первым делом, одного. Не надо у всех учиться всему. Получается информационная составляющая от человека к ученику, от учителя к ученику идет по прямой линии. Представляете, вы сидите, а вам информация идет со всех стран, да, обо всем, что происходит. Вы, ну, как сказать, ничего и не запомните, будет каша винигре. Возьмите одного учителя, кто вам нравится, выберите себе. Спасите у сердца своего, у разума. Кто у вас выпрыгивает? Первый из учителей. Вы спросили, вы взяли информацию у этого учителя и попробовали действовать, как действует он самым простым образом. Вы спросили себя. Вам понравилось это действие, которое вам преподал, ну, ваш учитель теперь еще. Ваше сердце говорит, ой, да мне же такой кайф делать носком лезвием. Давай-ка я попробую дальше. Вы дальше следующую работу идете. Ничего страшного, что вы повторяете пока, вы учитесь, да. Вы дальше идете за этим учителем, более сложную работу. А потом говорите, боже, как же я, я счастливая делаюсь в это время, когда я иду за этим человеком, я счастливею, я расцветаю, да. В следующую работу уже курс возьмете, да, там что-то по изучению. Вы улучшаетесь, увеличиваетесь и расцветаете. Вот только ваше сердце вам говорит, ой, этот учитель уже так мне надоел, я уже не могу ничего воспринимать от него. Вы его отодвигаете и опять оглядываетесь, ищите себе другого учителя, который вас делает счастливой. Позволит вам расцветить. Настанет такое время, когда вы скажете спасибо, намасте, и я буду действовать дальше сама. Вот. Хорошо, Любочка? Ну, я надеюсь все-таки приехать к вам. Вот мы вас ждем, мы хотим видеть вашу улыбку и обнять вас. Спасибо. В Одессу ждем, в Москву ждем, приезжайте. Ну, в Одессу, наверное. Да, в Живую, конечно, обязательно надо посещать мастер-классы, все-таки тут больше информации, чем онлайн. Хорошо, спасибо вам, я буду передавать слово далее, вот у нас Елена очень просится, включает звук все время нам. Леночка, вы хотите что-то сказать? Здравствуйте. Здравствуйте. Это я? Да. Здравствуйте, очень счастлива, что наконец-то мне удалось подключиться к вашей связи, посмотреть вас. Можно я покажу картинку? Вы откуда, Леночка? Я с города Каннска, Красноярский край, Сибирь. Ух ты. Два года назад у меня получилась небольшая травма, я поломала две руки. И в это время мне делать, как бы заниматься я не могла ничем, здесь я увидела ваш мастер-класс. Я с двумя переломленными руками, человек деятельный, я попробовала. И поэтому она для меня ценна, потому что эти руки были сломаны, пальцы только они двигались. И я вот попыталась с вашего мастер-класса реализовать эту картину. И она для меня ценна. Отлично. И с этой нами у меня кисточки. И что дальше? Вам понравилось этой техникой действовать? Мне очень понравилось. Ваши руки уже, да? Ну да, она будет как бы постоянно со мной. Ну, потом я... Руки зажили? Да, руки вот они. Но с тех пор у меня кисточка, и рука она никак. Поэтому я стала выезжать на пленэр, и вот у меня картина, я была на Суздале церковь. Это первая моя картина, которую я на пленэре навел. Но как бы она неудачная, я понимаю, что здесь она... Довольно-таки монументальная. Так, Леночка, может, вопрос? Скажите мне. А ты потом будешь сооруживать? Вопрос. Ну, вопросов у меня нет. Я счастлива тем, что я попала к вам на эту сессию. Что я... Даже картины рассматриваем, я там что-то подчеркиваю для себя. Но в следующий раз, если будет еще такая сессия, я, конечно, подготовлю вопросы. Это для меня ожиданно было, что я подключусь к вам. Получилось у меня. Каждую неделю, каждый четверг в 2 часа дня по московскому времени у нас стабильно вот эти встречи будут. Рассылки происходят за день с напоминанием и за пару часов до начала встречи. Леночка, я, знаете, как буду теперь, что наша техника Blayton Socks Art Technologies повлияла на то, что вы исцелились. Хорошо? Буду так себе думать. Спасибо. Продолжайте в том же духе, подсоединяйтесь к нашим мастер-классам, пока не станете самостоятельно мыслящим и самостоятельно рисующим художником. У вас на это есть все предпосылки. Спасибо. Я хотела, конечно, я в Крым выезжала вот тоже в том году, рисовала мастер-класс, вот такое у меня получилось, с натуры я рисовала. Так. Вы на пленэр выезжали, да? Да, я на пленэр, я стараюсь выезжать на пленэр. Я хотела, конечно, к вам попасть в Москву, вот у меня было как бы желание, но сейчас вот в данный момент у нас не получается. В следующем году, может быть, я буду следить за вами, когда вы будете организовывать мастер-классы, я обязательно приеду. Леночка, ну вот скажите мне, пожалуйста, вы, когда рисуете обычным образом на пленэре, да, вы чувствуете отличие нашей техники от обычной техники, когда кистью навьючивают краску? Ну да, я чувствую, потому что она разная, разная техника. Разная техника. И вот вы себя спросите, в какой технике вы больше, как бы сказать, ваше сердце как мёд, да, и вы купаетесь, вы кайфуете, вы уже в данный момент счастливая, да, или там, где вы спотыкаетесь, или вам тяжело действовать, когда краска непослушная? Правда же? Ну да, но я пробую в разных техниках, как бы я ищу себя. Когда я найду себя, я не знаю, но мне нравится ваша техника, как бы я стараюсь это, быть это, продолжение, ну, вашей техники. Ну, пробую всё. Хорошо, попробуйте, да, дальше, и нам пишите, не теряйтесь, а вдруг вы какую-то изобретёте свою новую технику, правда же? Да, спасибо. Спасибо вам девушкам, правда же? Девушка, я пенсионерка уже. Ну, девушки все для нас. А сила Сибири? Да, мы здесь, это у нас зима, конечно, здесь это, как бы стараются хранить нашу молодость. Слушайте, вообще нет старости, вот нет старости. Объявим себя старушками, будем старушками, объявим себя действующими в полную силу наших сил, ну, как-то человеческих. Да, и вот, кстати, запишите, пожалуйста, чай, который я сейчас вам скажу, запишите, пожалуйста, чтобы усилить силу лёгких. То есть, если где-то подкрадётся какой-то вирус, который захочет ваши лёгкие истерзать, вы уже будете готовы. Запишите, пожалуйста, сейчас. Это чай нашего учителя Сюнильтана. Я вот с ним работаю, с этим чаем, и очень даже хорошо вся моя семья себя чувствует. Пишите, девочки, пишите, пожалуйста, солодка, 5 грамм. Солодка продаётся в аптеках. Знаете, пачечки? Солодка, 5 грамм. Так? Корень имбиря живой 20 грамм порезать меленько. Третий ингредиент. Сейчас Вова скажет вам, где его найти. Косточки абрикос. А ну, Вова, расскажи, девушка. Через интернет. Косточки абрикос. Помните, как мы в детстве косточки били и доставали абрикоску? Косточки абрикос, лучше горькие, 5 грамм. Пол-литра воды. Варить полчаса. Это называется супчик. И вот этот супчик, вот я его сейчас пью. Варить полчаса позволит вашим лёгким стать настолько сильными. И ваш иммунитет поднимется, что любой вирус, любой будет побеждён. Потому что у нас в организме много вирусов. Нам надо просто наш иммунитет поднимать, который подсел за многие годы. У кого по антибиотикам, у кого по неправильному питанию. Сделайте, пожалуйста, ещё раз повторяю. Корень солодки в аптеках, в пачечках, корень солодки 5 грамм. Корень имбиря, живой, 20 грамм порезать меленько. И косточки абрикос помолоть в блендере 5 грамм. Всё это на пол-литра воды в эмалированный ковшик, поварить на медленном огне, процедить и выпить за сутки. Это очень хорошая вещь. То есть, что говорит наш, ну, мой учитель, поцегун Сьюминтан. Он сейчас лечит всю планету этим супчиком. Что он говорит? Он говорит, мы должны быть готовы. Допустим, на улице идёт дождь. А мы боимся выйти на улицу, потому что мы простудимся и промокнем. Но рядом стоит человек в плаще и с зонтиком. Он не боится выйти на улицу. Он пойдёт под дождь. То же самое мы. Если мы будем пить этот супчик, вот он, да, наши лёгкие и наш иммунитет даже не позволит этому микробу действовать в нашем организме. Вы понимаете? И Сьюминтан сказал нам всем цигунистам, да, которые вот с ним вместе, он сказал, что вы говорите всем своим любимым людям про этот супчик. Отлично. С супчиком надо. Так. Он сказал, что косточки можно заказать через интернет. Павел, давай банкуй. Да, у нас мало времени. Вот Жамиля у нас подключилась. Так, у нас давно просится Наталья Мамакова. Правильно? Так. Наташенька, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. У меня... Смотрите, Наталью. Один вопрос. О, Наташенька, привет. Байкал, да? Да, да, да. У нас все магазины закрыты. У меня кончилась краска раратская зелёная. Скажите, пожалуйста... Так, а что есть? Какая есть? Так, есть веридоновая зелёная. Я сегодня пыталась её тут смешать. Какой-какой-то глауканит. Ну и соответственно... Отлично. Хорошие краски обе. Вопрос. Через интернет нельзя заказать арарат? Да, можно, но это же долго всё будет. Всё равно... У нас в следующий день привозят. Может, у вас тоже не так будет? Слушай, арарат необходим. Но и глауканит, и веридоновая, и окись хрома, и зелёная того ж. Делайте эксперименты. Да, ну просто арарат уже готовая, да? А вы пробуйте смешивать травяное и зелёное, значит, больше. Я вижу, да, у вас есть много красок зелёных. Это как раз тот момент, когда вы можете поэкспериментировать. Понимаете? Экспериментируйте. И возьмите себе, нанесите... Вот давайте я вам дам задание. Допустим, что у вас есть? Веридонка. Возьмите из веридонки, сделайте арарат. Давайте. Что мы туда добавим? Мы обязательно туда добавим, конечно же, Марса. Да? Возможно, добавим чуть-чуть краплака. Попробуйте. Но на разбеле вы тогда увидите. Чуть-чуть дайте белилок. Вы тогда увидите, насколько вы сможете приблизиться к арарату. А может, это ваша возможность как раз расцветить свою гамму. Правильно? Я пробовалась. Ну, покажите, что у вас там из работ есть. Да, я, собственно, ничего не делала. Я затёрла своё дерево, которое было... А ну-ка покажите, как вы затёрли дерево. Я его затёрла вообще просто окончательно и сделала другое. Совсем. Ну, в смысле, в той же деревке. Слушайте, так оно замечательное, это дерево. Замечательное. Сейчас оно мне больше нравится, чем было. Да, оно монументальное. Но, знаете, вот не хватает анималс. Дайте что-нибудь. Пусть какие-то две сороки или две вороны совьют гнездо там. Или пусть, допустим, ветки, которые должны были быть на этом дереве, окажутся спиленными, где-то внизу валяются, каким-то образом составлены. Сделайте ещё информацию, хоть небольшую, хоть графическую, но сделайте. Я ещё просто не закончила, я просто в процессе ещё. А здесь надо заканчивать очень эстетски, чтобы не потерять вот этот символ этого дерева. Вы понимаете, иногда надо чистить пространство. У вас оно очищено. А вам надо чуть-чуть усложнить пространство для пытливых умов, которые подойдут к этому дереву, получат массу удовольствия от монументальности этого дерева в соединении с небом. А потом ему надо дать тихую информацию, допустим, о какой-то графической подсказке, графическую подсказку. Что бы вы делали возле этого дерева? Что могло происходить зимой с этим деревом? Что могли птицы сделать с этим деревом? Возможно, облака летящие подзастряли на верхушках этого дерева. Но меня, знаете, что это дерево напоминает сразу? Корни перестали тянуть сок из земли. Знаете, есть деревья, которые полуумерли. Надо опять, чтобы начали тянуть корни из земли, соки для этого дерева. Как хотите, делайте. Хоть возьмите, хоть даже прозрачно делайте. Но тяги расцветания кончиков должны быть. Иначе будет, знаете, ну, дерево умерло. Расскажу один случай. С нами учился Виталий Крильченко. Гениальный парень в Грековке учился и стал художником. Приходим к нему домой. Мы после училища, после Грековки все дружили. Приходим домой. Виталик сидит и дописывает работу. Там, где морской пейзаж, а по краям идут группы деревьев, нарисованные насквозь корнями, уходящими в землю. И что эти корни делают? Они распутно шарахтают. Они обхватывают воображаемые планеты внутри земли. Ну, все равно получилось верю. Вы понимаете, насколько он дерево прописал в светотеневой среде, да? Чтобы получилось, несмотря на то, что эти планеты не могут быть под землей, но корням начинаешь верить. Ведь корни каким-то образом достают эти минеральные соки для того, чтобы расцвели. Вон, посмотрите, у нас за один день, за два дня расцвели не только каштаны, но и вот эти каштановые свечи. Вон они перед нами. Только что были лысые деревья. Сейчас покажу дерево, которое ново продолжает. Может, вам замикнет что-нибудь. Оно, конечно, противовес вашему дереву. Но Володя получил задачу, это дерево, которое сделано было в Москве, успокоить и графическим образом расцвести его и добавить ему каких-то детей, которые играются по дереву. Вот, например, здесь птичка в гнезде, здесь ребенок на голове стоит и будет еще какая-то группа людей. Он будет сейчас работать. Кони я продолжил. Посвящаю информацией его и из такой полуфабриката можно сделать как бы неплохую работу. Хорошее слово. Полуфабрикат. Потому что у нас в Москве просто физически не хватает времени и нам приходится доделывать уже водитель. Если что-то не получилось, вы же где-то подсказка, чтобы потом сделать что-то лучше. Я попробовала... Перевеваю. Я попробовала еще раз нарисовать берег моря. Да. Показывайте. Вас так и тянет на море. О! Винниджан тянет. Все, все, покажите. Наташа, покажите, пожалуйста. Так. Отлично. Посмотрите, какая вы гармонизаторша цвета. Вы чувствуете? Ну, второй раз не получилось. Два раза одинаково не получается. Не получается. Как ты даже думаешь? Вот я уверена, что даже из одежды, которую вы носите... Вот это была первая. Да, да. Ну, цвет прекрасный. Цвет хороший. Это вторая. Я просто думаю технику, думаю, попробую второй раз. Ну, чтобы... Второй раз по-другому. Наташенька, смотрите. Я вижу в вас большой потенциал. Вы... Самое главное ваше составляющее – это мудрость. Вы мудрый человек, да? Поэтому я жду от вас зарисовок ваших будущих работ, да? Я жду от вас новых размышлений, которые вы хотите сказать нашему клубу «Ауру». Так это самое главное ваше. Я ищу людей, которые нам, как сказать, будут у нас консоргами. Нам нужны консорги. Это... Вспоминайте, да? Это люди, которые даже будут нам с Володей помогать всем остальным студентам как бы мудреть. У вас мудрость изначально светит у вас, понимаете? И посмотрите, какой у вас состав красочный, ни к чему не придерешься. И у вас ничего лишнего не нарисовано. Понимаете? Это большая мудрость. Продолжаем действовать в том же направлении и жду от вас зарисовочек ваших новых работ. Тем более, что у вас, я смотрю на стене, там как раз цветовые решения, сочетание красок, да? Это круто. Это очень круто. Значит, у вас есть аналитический подход. Не просто живопись, а, как говорил Леонардо, живопись – это математика. Это очень здорово. Напомните профессию, Наталья. Я не работаю. Я проработала в кадрах. Кем были? Я кадровик, кадровик. А, вы просто с людьми работали, да? Да. Откуда такое... Просто с людьми. Это надо здоровье иметь с людьми работать. Один мой товарищ говорит, ничего сложнее, чем общаться с людьми. Да. У меня получалось. Вы молодец. Мы вами гордые. Павел, дальше. Спасибо большое. Всего доброго. Павел, спасибо. Вот у нас Джамиля подключилась. Давно вас не видели, кстати. Как у вас дела? Сейчас все хорошо, спасибо. Правда, глаза делаю уколы. Видите, какие глаза. Поэтому в очках. Все хорошо, спасибо. Очень скучаю по вам. Это кто у нас там спущает? А, Джамиля. Привет, Джамиля. Здрасте, здрасте. Вот кто был в Грибовке. Вот кто знает досконально Каролина Бугас и Грибовку и Один. Джамиля, ну представляешь... Джамиля, что-то написали новое? Покажите. Я, да. Жаль, что я не забрала... У меня в кладовке еще большие две работы. Вот если было время, я пошла бы взять. А так есть небольшие. Я все-таки на своем сарыкуме. Вот так вот. Будет ли видно? Сейчас я попробую так вот. Вот. Так, 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 так. Выше, выше, выше. Вот такая зимка, да? Или что? Это осень? Не зима, это осень. Это я у мужа на работе сидела. Слушай, ну круто. Молодец. И давай мы вот этому дереву, которое посредине, дадим больше, как сказать, я хочу на него залезть. Хорошо, Джамиля? Оно может стать главным героем, центром композиции. Все остальное замечательно. А все остальное не трогать. Вот только с центрального дерева. Инпрессион, хорошо. И вот эти вот, то, что упор на вот эти вот... Столочки, да. Столочки, да. Это очень даже, ну, как сказать, интересно, да, необычно. Давай дай силу. Вон боговский такой. Да, дай силу, пожалуйста, этому дереву. Хорошо. Как хочешь, собственной тенью, потом этой, как называется, шкрябочкой поверх красочного слоя, и большое внимание удели соединению веток, там, где ты ставишь, ну, выше залази. Постарайся залезть на это дерево. Все остальное не трогать. Хорошо? Ну, все чуть-чуть. Это все по чуть-чуть. Можно даже его немножко, да, ну, толще сделать. Чуть-чуть. Да, конечно, оно должно быть главным героем. Поэтому я чуть толще. Делай его человеком. Человеком. Хорошо? Что ты, маленькая девочка, типа лезешь по нем. Не рисуй себя. Ну, представь себе, где ты поставишь ногу. Джамиля, как тебе Саня наш взял и ушел? Это же просто... Это вообще... Я хоть немножко его знала, но мне очень больно было. Мы до сих пор с Вовой не можем согласиться с этим. Вон, красками его рисуем. Да. Очень жаль, очень жаль. Вот, это наш... А, еще работка. Вы знаете, у меня какая-то любовь. Сорворы, воры. Вот, вот это вообще супер. Молодец. Это импрессион. Так что за гора впереди, Джамиля? Тарыкум, песчаная, где белое солнце пустыни снимали. Песчаная. Это же в Дагестане, да. Смотри, давай-ка открой Эндрю Уайта, пожалуйста, открой Эндрю Уайта и попробуй на вот этом своем импрессион пейзаже сделать маленькую графическую составляющую. Я сейчас покажу Эндрю Уайта. Сейчас я тоже запишу Эндрю Уайта. Американский художник Эндрю Уайта. Эндрю Уайта, как его иногда по-разному называют. Смотри, Джамиля. Вот ты, допустим, написала импрессион горы. А теперь посмотри, как он, как он траву делал на переднем плане. Сейчас я пытаюсь. Сейчас, давай-ка, покажем тебе. Да, я поняла. Видишь, как он делал графическим образом какие-то мелочи? Посмотри, как он траву, видишь, сделал? Вижу, теперь вижу, да. На переднем плане необходимо поддержать твою импрессион, вот эту территорию. Там мало информации. Надо дать немножко графики. Прямо по тому, что ты написала, прямо возьми тоненькой кисточкой или лезвием, поработай. Сейчас, знаешь, что там сделать? Копление каких-то веточек, которые помогают, допустим, муравьишкам составить гору эту своего домика, ну, или мускомых, или животное какое-то, ящерицу. Ну, мне каких-то хочется даже вот поломанных веточек там положить, чтобы можно было зацепиться не только за облако твоего пейзажа, но дать размышления для разума. Хорошо? У тебя все эмоциональный и, я скажу, какой, монументальный. А еще хочется пошептать на ухо каких-то математических таких мелочей. Хорошо? Эндрю Уайл. Да. И действует ты уже, ты устоявшаяся художница, действует по направлению своей персональной выставки. Спасибо. Так, Елена, а вот это вот оно не в вашей технике, но оно вот, знаете, аж зеркально отражалось, когда вот, так, как ее держать правильно? Ну, я как-то попала, вот какой-то миг был, вот это все блеснуло и исчезло. Ну, слушай, прекрасно. Смотри только одно, Джамиля, смотри. Выбери, кто был главным, горы или небо. Освещение. Освещение прекрасное, но они спорят, но спорят. Возьми немножечко небо, успокой, даже волечкой. Да, кобальфиолетовый, арарат, ультрамарин. Даже лак, кобальфиолетовый, арарат, ультрамарин. И скажи себе, что ты стоишь на горе, а любуешься небом. То есть первая у тебя будет гора, да, устойчивость твоя на горе. Не делай равновесные, иначе зритель не будет знать, куда смотреть, или небом любоваться, или горами. Кто главнее? Здесь главнее должны быть горы. Чуть-чуть успокой небо. Особенно верхние вот эти темные. Внизу небо замечательно. Верхние темные чуть-чуть побей. Или сухой синий, капелюшку. Ты же знаешь, ты, у тебя муж главный, ты вторая, да? Или наоборот. То же самое. Горы главные, небо подчиняется горам. И еще это, знаете, у меня это здесь еще вот три маленькие есть. Они небольшие. Просто я думаю, может быть слишком много внимания, чтобы мне не было. Но у меня есть две побольше, которые я могу сейчас минут за пять принести. Вы можете потом меня еще раз подключить? Или можно еще это? Так, Паши, у нас уже время заканчивается. О, покажи, что это было тут. О, графика какая-то. Опа. Хорошо. Ладно. Теперь следующее. Домашнее задание будет по ритмике. Смотри, деревья прекрасные, пейзаж замечательный. Ритмика плохая. Ритмика – это значит соединение вертикальных плоскостей, не повторяющиеся друг к другу. Они должны сотрудничать в переплетении, но не повторять друг друга. Здесь главная ошибочка в том, что между ними одинаковое расстояние. Сделай немножко между вторым и третьим деревом, посади еще пару деревец в глубину и сразу все исправит. Меньше ростом. Меньше ростом, да, перспектива удаления. Ну да, можно так. Поняла, да? Да. Горы. Отлично. Это все тот же самый сорокум с разных просто. Ах, ты на нем можешь удержаться. Замечательная работа. Смотри, чтобы горы не напоминали насыпанное, допустим, зерно. Да? Все-таки вспоминай, что ты архитектор того, что ты делаешь. Руби горы. Руби. У Леонарда сделай копию с леонардовских гор, пожалуйста. Вот. Здесь ты уже рубишь. Молодец. И смотри, и даже вот эти вот на переднем плане дала очень красивые растения. А теперь скажи себе, задний горизонт надо чуть-чуть успокоить. Вот этот вот темно-синий немножко. А передний план замечательный просто. Да? Можно тоже по Эндрю Уайту чуть-чуть эти цветы дать графическим образом и углубить. Парочку мазочков графических. А как мне обратиться к Павлу, чтобы вот я сейчас хочу принести вот эти две работы, там я реально застряла. У нас каждый четверг будет тусовка. Давай другие люди скажут, а мы тебя любим. Молодец. Спасибо, спасибо. Погружай в том же духе. Да, еще в пиете по-друге. Хорошо. Ага, здорово. Благодарю. До свидания. До свидания. Так, да, у нас время как бы подходит к концу. Вот у нас, кто нас еще не говорил, по-моему, вот Светлана. Вы хотите что-то сказать? Добрый день всем. Здрасте. Добрый день, Светочка. И Христос воскрес. Поистину воскрес. Поистину воскрес. Светочка, вы откуда? Молдавия, Молдавия. 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 О, все, помним, да, это вы. Молдавия. Показывайте, что вы сделали. Показывайте, я делаю немножко своих работ, но давно занималась архитектурой. О, это Верона. Это, наверное, надо помнить, да? Верона, Верона, да. Верона, это Джульетта. Ну, чтобы копировала я там этот ее балкончик, и там придумала эту Джульетту. Добавила, но сильно, сильно перекрашена, как сказать. Ну, посмотрите, как красиво по цвету и по освещению. Замечательно. Джульетту не придумываем. Джульетту, давайте будем что-то с ней делать, потому что любое непрофессиональное действие может зачерпнуть самую красивую картину. Ну, я не то, что придумала, я с какой-то фотографией там случайно взяла. А вот это вот, вот это в Вероне есть, как его, Шекспир. Шекспир есть, я сфотографировала его, а потом по фотографии тоже ваша техника, это все, но потом чересчур перекрашена. Светочка, ну, слушайте, вы большая труженица. Это вам плюс будет, так? Но надо начинать с самого начала, выбирать, или мы поделочники, или мы профессиональные художники. Хорошо? Первым делом, мои все студенты уже знают, что с фотографии людей мы не рисуем. С этих вот, с каких-то памятников мы людей не рисуем. Людей рисуем с натуры или по рисункам с натуры. Так, вот ваш. Вот здесь тоже, тоже Верона, это Арена. Да, неплохо. Но тоже, вот сначала, как я уже раз говорила, все красиво. Уже, как начало в цвете, тут уже начинается перекраска, наполняется много краски. Я уже тут типа ночь придумала, и потом что-то сняла с подрамника. Вы делали с помощью нашей техники подмалевку? Да, вот эти вот три картины, все по вашему подмалевку, и все получается до какой-то степени. Потом уже начинаете... Вы начинаете перекрашивать, да? Да. А то опыта немножко не хватает. Светонька наша дорогая, давайте будете, если вы выбрали нас своими учителями, вы посмотрите, что делаете. Вы очень хорошо действуете в этой технике, но нам этого мало. Вы должны хоть немножко начать учиться мыслить, как профессиональный художник. Вы понимаете, вы как ремесленник замечательно просто. Посмотрите, как вы этот балкончик хорошо, конструктивно решили, да, и подмалевок хороший, и площадь хорошо сделана, архитектура. Но нам надо, чтобы вы начали слышать, как мыслит художник. А художник мыслит. Вовремя останавливаемся, если уже красиво. Ничего не требуем от себя, чтобы сделать еще красивее. Можем испортить. Понимаете? Вспоминайте, как вы ребенка целуете на ночь, да, ну там, сыночка, дочку или внука, да. Вы подходите к нему, и чтобы он не проснулся, вот так губками чуть-чуть его дотронулись, чуть-чуть его погладили, вы же не берете его в охапку и вот так зацеловываете, когда он спит. Нет, все делаем нежно и аккуратно. Или как мы растения поливаем. Мы немножко полили, да, какое-то растение, и мы знаем, что земля уже больше не возьмет воды, да. И мы говорим, о, хватит, лучше я завтра приду, тебя еще чуть-чуть побрызгаю, да. То же самое с живописью. Здесь, вот, если вам кажется, что уже приятная территория, не надо ее дальше мучить. Мы сами с Вовой натыкаемся на это. И запомните, мы уже знаем это. Те работы, которые перемучены, переделаны, мы хотим повернуть холстом от себя. Мы не хотим их видеть. Те работы, которые недосказаны, которые, возможно, еще что-то зрителю домыты, которые тихая, спокойная живопись, но убедительная. Мы хотим их видеть, и мы хотим туда заходить и там находиться. Вы понимаете, это Вова называет «бить себя по рукам». Да, я бью Лену, а Лена бьет. Как только вы увидели, что у вас уже красиво, не надо пытаться сделать еще красивее. Вы понимаете, уже все, через вас уже Бог все сказал в этот холст. А вы хотите еще свое что-то досказать. Уже все, не надо, да. Вот есть такой момент, что еще чуть-чуть, еще вроде бы так, вроде бы так. И накапливается. Нет, нельзя зайдете в пересказанность. Помните человека, который сидит за столом, берет слово и рассказывает тупые анекдоты долго-долго, его уже никто не слышит? Или кто говорит долго? Его уже никто не слышит. Уже все начали между собой разговаривать. Мы не имеем права долго забазаривать. Понимаете, Святой? А вы как ремесленник. Замечательно. Давайте начнем действовать дальше. Вон фотографии. Пойдите за нами. Цветы есть какие-то? Вот я мучаюсь сегодня целый день, делаю натюрморт. Делаю эти нарциссы. Вот свежие у меня есть, только я... Покажите, покажите. Ну, замечательно. Но, видите, из-за вашей привычки все доделать, они делаются пластмассовыми. А посмотрите, какой вы математик. Посмотрите, как вы четко все нарисовали и даже увели в перспективу. Замечательная работа, Светочка. Ну, прошу вас, недосказанность. Прошу вас, шепот. Ну, как так? Есть, есть. Есть, Светонька. Молодец. Действуйте в этом же направлении, но с натурой. Прошу вас. С натурой. Умничка. Умничка. Хочу сказать большое спасибо. Вот это, что вы нам объясняете с натуры, вот эти нарциссы, прямо я смотрю, и как будто они говорят с тобой, как будто они дают тебе вдохновение такое. Так, разрезать, посмотреть, что внутри, как, какой листок, из которого, откуда это все прорастает. Быть математиками и быть ботаниками надо. И посмотрите, как вы красиво воткнули в стакан все черенки. Круто! Умничка. Светонька, только с натуры. Ну, если архитектуру по фотографии, то фона. Хорошо? И наброски, наброски с натуры. Вам не хватает графической техники, когда на кончике карандаша будет ваша мысль. Да, превращайтесь в исследователя. Если что, вам очень понадобится блок-курс «Леонардовские игры». Там мы рассказываем с Володей, как действовал Леонардо, чтобы войти вглубь предмета или вглубь ситуации. И вообще все студенты, кто хочет быть самостоятельно мыслящим художником, Леонардовские игры показаны. Вы будете легко и просто обращать внимание, анализируя его, как научный работник. Вы понимаете? Вот. Я хотела вопрос один. У меня вот проблема немножко со цветом. Вот, как вы говорите, холодное на теплом, теплое на холодном. Вот это вот. Я, например, вот имею одну здесь картину. Вот я еще в прошлый раз его показывала. Она такая бедно измученная. Потому что эти с натуры, но я их сфотографировала, а потом уже с фотографии. Нельзя. Нельзя. А потом этот фон, он был вашим подмалевком. А потом он был из... Потому что я не знала под этот цвет, например, не знала, как... Есть проблема у меня в этом. Потому что я не знаю. Ага, какой фон надо было сделать? Какого цвета? Летонька, ну смотрите. Красный противоположный зеленому. Да? Синий противоположный оранжевому. Но иногда нам не надо сильный контраст делать. У вас эта работа очень хорошая. Кроме одного. Давайте я вас раз и навсегда испугаю. Все, что сделано с фотографии, мертворожденное. Все. Мы не верим этому. Там нет информационной составляющей. Да? И только люди, которые уходят, и мы не можем их нарисовать живьем, мы их на памятнике делаем с фотографии. Все. Значит, я хочу, чтобы вы перестали действовать с фотографией, а наоборот, понюхали этот плод, который вы рисуете, разломали и даже неправильно его нарисовали. Тогда будет верю. Да? Вы человек, и вы впитываете в себя информационную составляющую запаха этого фрукта. И вы его через живопись переносите. А по цвету возьмите цветовые, как называется, курс у Паши, вы просите, там, где мы с цветом работали. Вот они, эти кубики цветовые, да? Мы там рассказываем очень сильно, как такой художник действовал для того, чтобы создать тот или иной цвет, вот как действовал Ван Гог, как действовал Леппин, как действовал Клод Моне и как действовал Грубель. Вот есть пять занятий, и как Брегель действовал, там, где мы рассказываем про цветоведение. У кого не хватает знаний в цвете, надо брать этот курс и с этим курсом подружиться и сделать такие кубики. Они вам потом помогут в любых ваших, как вам сказать, ну как, цветопредставлениях. Допустим, вчера, вчера мы пошли на вот эту работу, сейчас, извините, я ее покажу, вот она еще мокрая, вот эту работу, там, где мы писали ландыши, да? Поли ландыши. Как вы думаете, откуда я взяла цвет? Нет, я взяла цвет, вдохновившись цветом Эндрю Уайта, девушка на поляне, которая собирает голубику. Я вот эти цветовые отношения взяла, да? И вот этими цветовыми отношениями просто воспользовались, написали свою композицию. Вы понимаете? Поэтому, если вы чувствуете пробелы в цветовых совпадениях или контрастах, значит, берете этот курс цветовых кубиков, которые, ну, мы недавно провели. Цветовые мистерии великих мастеров живописи, называется. Да, вот эти цветовые мистерии, они, ну, как просто научная работа, да? И вы потом сможете этими кубиками пользоваться для того, чтобы загадать новое какое-то цветовое, да? Вот на шлепок нового цветового, допустим, пейзажа или портрета. Вы сначала себе перед внутренним взором увидите этот портрет, а потом подумаете, а какие же краски взять для того, чтобы ее кожа светилась именно молодостью и такой, знаете, персиковостью, да? Значит, сзади надо фон сделать более зеленый, как делал это Рембрандт, да? Если у нас теплая и персиковая кожа, да? Кадми красный, кадми оранжевый, охра светлая, охра золотистая, значит, кто сзади должен быть, Светонька? Зеленый фон. Зеленый? Да, контраст, понимаете, чтобы он отодвинулся, да? Потому что если мы эту кожу напишем, допустим, охре золотистой, кадми и красном, то девушка съедет и расплавится и не будет контрастировать. Мы же с вами обманщики, мы же обманываем людей, да? А контраст тональный и цветовой как раз и есть вот этим вот обманом, который зритель воспринимает, как будто на самом деле это есть. Эта девушка сидит и показывает нам цвет своей молодой кожи. Понимаете? То же самое с голландским приступом. Темное на светом. Там тональный контраст, здесь цветовой. Цветовой. Вот то, что было у Натальи, вот эти вот цветовые схемы, вот нечто подобное. Светонька, и давайте будем улыбаться. Вот смотрите, у вас, вы сейчас как-то чуть-чуть страдаете. Нельзя. Вот посмотрите, вы уже чего только достигли. Вы умничка, вы очень многого чего достигли. Знаете, есть хорошее понятие. Художник, прежде всего, должен быть хорошим ремесленником. А вы уже им являетесь. А вы уже являетесь. Поэтому вам осталось только творческое, такой толчок творческий. А для этого надо как бы поизучать какие-то вещи, в которых вы хромаете немножко. Не достает вам внимания. Ну, мы все хромаем, мы тоже с Володей учимся, бесперерывно. У нас хромает многофигурная композиция. Вот мы сейчас работаем с вот этой вот трехтриптихом, да? Вот мы сейчас, да, сделали курс большой, триптих, который условно называется, да, Атланты. И, Павел, как мы его назвали, немножко другое название поменяли, более благозвучное? Покажем вам. Покажем, да. Мы этот курс, в котором мы сами вот очень многое узнали. Художник всегда учится. Когда к Клоду Моне подошел молодой художник, сказал, я все понял в живописи. Когда Клоду Моне ему ответил, я вам глубоко соболезну. Нельзя все понять в живописи, чтобы ты опыт не имел. А вот мы вам покажем сейчас. 13-ти фигурная композиция, великолепные башни Атлантиды. Мы с Вовой работали весь апрель этими тремя работами и пришли к выводу, что нам еще очень многому надо чему учиться. Я думаю, очень много здесь научились. Мы научились много соединять людей с архитектурой, соединять архитектуру с небом и так далее. Прекрасно. И одевать этих людей во что-то. Кстати, весь май будем посвящать одеждам. Вот, сонная башня последняя. Немножко еще они не закончены, надо будет поработать над ними немного. Но опять же, дорогу осилит идущий. Правильно? Хорошо. Ну что, будем заканчивать. У нас уже подошло время к концу. Ну, если вопросов больше нет, то да. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья, счастья. Всем спасибо за участие. Ждет четверг вас. Да, мы каждый четверг будем собираться в 2 часа дня. Вы можете делать зарисовки ваших интересных случаев из жизни. И нам будете показывать или рассказывать о них. И особенно продуктивно, как мне кажется, если вы будете показывать, вот как показывала девушка, замысел своей работы, чтобы вы могли посоветовать, вот она, шкафы бабушкины, да? Круто. Это очень круто. То есть тема хорошая, и мы вам можем подсказать, в каком направлении двигаться. Мне кажется, уже для вас это самое главное будет. Самое интересное, чтобы вы понимали, что вас хромает, какой материал надо подтянуть, почитать, посмотреть. И как начать действовать в сторону своих самостоятельных картин нашей техникой. И чтобы вы могли уже подписать эти картины и продавать их. Хорошо? Да, все. Всем спасибо. До встречи в следующий четверг. К каждую среду экспрессовые вебинары. У нас скидка минус 50% на все курсы и уроки на время карантина у нас продлевается. Ну а сколько тут осталось еще? Я думаю, неделька. Потом нас уже всех наконец-то отпустят, разрешат выходить. Отпустят. Да, всем счастливо. Из Одессы привет. Всех обнимаем, любим, ценим. Пока. Пока.